В программе «Утро вместе» финансовый консультант Юрий Бледных. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ну и первый, наверное, сюжет, наиболее важный, наиболее интересный, мне кажется. Вообще необходимо вести ли семейный бюджет или нет? Ну, я бы предложил чуть-чуть более широко взглянуть на этот момент. Семейный бюджет – это одна из составляющих вообще правильного ведения семейного хозяйства. Ведь вообще слово «экономика» расшифровывается как «грамотное ведение домашнего хозяйства». В связи с этим надо понимать просто, для чего это делается. То есть если есть какие-то цели финансового плана, то тогда, конечно же, необходимо все эти цели прописать и, соответственно, учитывать. На вопрос «необходимо ли?» Представьте себе, вот вы, руководитель предприятия, вы решили как-то скоординировать свои финансовые расходы, затраты и так далее. Пригласили финансового эксперта, он проработал у вас три месяца. После чего вы приглашаете его и говорите, дайте-ка нам, пожалуйста, отчет за квартал. И он вам говорит, что примерно у нас все хорошо, как-то там доходы равны расходам, в общем, с кредитами мы справляемся. Ну, там партнеры вроде как так неуверенно себя чувствуют, потому что экономика. Вот что бы вы сделали с этим человеком? Ну так, не знаю, похвалить-то вряд ли похвалить. Ну, вероятно, все уволили. Ну да. Вот у нас практически в 99% семей вот такая же ситуация, только экономистами мы сами выступаем. Вот. И у нас не учили этому, а на самом деле это очень важно. Финансовая грамотность. Конечно, конечно. Безусловно, ну вот попробуем рассмотреть, какие варианты бывают семейного бюджета. То есть бывает, что там муж зарабатывает, жена не зарабатывает дома, сидит там с детьми, допустим, да? Как им распределять средства? Или оба зарабатывают, как им распределять средства? Ну, о вариативности давайте поговорим. Ну, здесь вариантов на самом деле немного. То есть если человек сам по себе живет самостоятельно, то есть без семьи, тогда он так и называется, личный финансовый бюджет там, да? Если он живет с семьей, то тогда все потоки входящие, ну, то есть доходы всей семьи учитываются, и, соответственно, и расходы всей семьи учитываются. Тогда это семейный бюджет. То есть, в принципе, лучше все в одну кубышку класть и оттуда уже распределять средства? Ну, как сказать, класть? Учитывать. В любом случае учитывать. А принимать решение, куда их расходовать, да, если это семья, то, наверное, семьей, да. Угу. Хорошо. И еще такой вопрос. Вот как, в принципе, необходимо распределять? Есть какие-то советы по тому, как распределять семейный бюджет? То есть там 10% на это, 20% на это, 50% на это. Вот что-то такое вот какое-то. Что я предлагаю? Ну, такая схема, если хотите, да. Первое, надо понять, для чего. И для этого первым пунктом помечтайте. Помечтайте о том, что вы хотите в своей жизни. В течение этого года на 3, на 5, может быть, на 30 лет там, да, чего вы хотите достичь. После этого эти мечты прям запишите. Запишите, чтобы их там у вас много получилось, и потом вы отредактируете. После этого мечты надо превратить в цели. Каким образом? Надо конкретизировать. Чего конкретно? Я хочу, ну, если марка модель, то есть если машина, то какой марк там, да, если дом, то какой, если поехать куда-то отдыхать, то куда. Потом под эти цели сформировать, ну, понятный перечень ресурсов. Ресурсы – это могут быть и человеческие, и временные, и финансовые. Ну, если мы говорим о финансах, то финансовые, да. Вот, после чего, конечно же, надо составить тот самый бюджет, то, с чего мы начали, то есть баланс доходов и расходов, увидеть, какая после этого остаётся прибыль, исходя из этого, как я её могу расходовать. Кроме того, есть ещё такое понятие активы и пассивы. То есть посмотреть, что у меня есть в активах, что в пассивах, как я могу, соответственно, с ними разобраться. То есть такой более грамотный, более развернутый финансовый бюджет. Кроме того, настоятельно рекомендую позаботиться о своей безопасности, финансовой безопасности. Есть так называемый резерв, который нужен… ННЗ? Ну, да, пусть так называется, неприкосновенный запас на случай, если чего-то произойдёт. Ну, бывает, там, человека уволили, да, неожиданно, а жить-то всё равно на что-то надо. Ну, какой-то парашют будет. Да, да, да. И такое понятие, как страхование жизни и здоровья. Это даже не столько забота о себе, сколько забота о близких. Особенно, если вы являетесь человеком, который, ну, основную часть дохода приносит в семью. Для мужчин, как правило. Да, да. Ну, вот такие рекомендации. Спасибо большое. Очень интересный, главное, полезный разговор у нас получился. Пожалуйста. Я напоминаю о том, как правильно вести семейный бюджет, нам рассказал и подсказал финансовый эксперт Юрий Бледны.